МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые, незабываемые впечатления. Единственное остается неизменным. Кто будет отдыхать как миллионер, а кто будет учиться выживанию, как обычно, решат орел или решка. Какой хороший ветерок. У меня так платьишко развивается. Крутое платье и ты крутое. Спасибо, Антоша. Доброе утро, друзья. И сегодня мы будем перезагружаться на Кубе. В смысле на Кубе? В Гаване, в этом ярком и контрастном городе. Это же горячие, страстные кубинцы. Одни мужики на уме, постоянно. Хватит, я устал это слушать. Давай, орел. А я орешка. Такой нудный. Патрио Мэрте. Давай, давай. Этот сладкий вкус победы. Ну, блин, ну это же не для меня. Держи, держи. Держи рюкзачок. Давай, золотую карту. Какую золотую карту? Давай, золотую карту. Достанешь? С ума сошла, не при всех. Ой, Антон, я бы тебе и наедине не дала бы этого сделать. Так, подожди, подожди, Антоха. Подожди, а нет золотой карты? В смысле нет? Нет, Антоха. Ты что, издеваешься? Нету. Я тебе оставила. А хотя, что я парюсь, но у меня 100 баксов. Адьос, амиго. Подожди, подожди, подожди. Чуть сердце не остановилось. Ой, слава богу, нашел. Куба и революция кубана продолжатся бороться и продолжатся бороться. 4 декабря 2016 года кубинцы попрощались со своим вождем, команданте Фиделем Кастро. С этого момента любимый туристами ромово-сигарно-танцевальный рай начал стремительно меняться. Сегодня мы отправимся в эпицентр кубинской перезагрузки, ее столицу Гавано. 6 лет назад аэропорт Гаваны пустовал, а сейчас здесь не протолкнуться. За последний год на Кубе побывало 4 миллиона туристов. Власти не могут нарадоваться такой популярности. Но туристам от этого ажиотажа одни неудобства. Такая огромная очередь, чтобы поменять деньги. Капец! Я тут надолго. Как Антон сейчас хорошо? Его, наверное, уже красивая машинка забрала. Самым богатым человеком на Кубе был Фидель Кастро. А так как сейчас я временно исполняющий обязанности самого богатого человека на Кубе, то я и взял себе машину самого богатого человека на Кубе. Вот она, красотка! Мамочки, сколько здесь места! Эта машина принадлежала бессменному лидеру Кубы, команданте Фиделю Кастро. А сейчас она доступна простым смертным всего за 500 долларов в день. Как известно, Фидель строил коммунизм и дружил с Советским Союзом. За что он получил в подарок от Брежнева черную, как смоль, 6-ти метровую чайку-лимузин. В голове не укладывается. На этом сидении ездил сам Фидель Кастро. Кажется, запах его одеколона еще не выветрился из салона. Для Кубы 60-х годов чайка была нереальной роскошью. Ребята, сколько здесь места! Я вот со своими 180 сантиметрами не просто помещаюсь, а еще куча пространства остается. Тут в машине можно усадить 5 генеральных секретарей. Два на заднее сидение. И двух. На ряд дополнительных сидений. Оп! И даже Антон еще поместился. Мягкие кожаные сидения. Акустическая система. И просто фантастика. Автоматическая коробка передач. И, конечно, самая главная деталь, внемыслимая для советской машины. Кондиционер воздуха. Вот тебе и легенда. Окна уже не открываются. Машинка немножко подустала. О! Какое-то советское заклинание. Буш! Буш! А! Строн! А, строн! Сильнее, да? Ай! О! А-а-а! На Кубе есть система, которая делает из туристов дурачков. Здесь ходят две валюты – песо для местного населения и куки для иностранцев. В куках цены в 25 раз выше. К примеру, за стакан лимонада кубинец заплатит 8 центов, а турист – целых 2 доллара. Так что Куба – дешевая страна только для местных. А для туристов тут ломят цены, как где-нибудь в Европе. Наконец-то, друзья! За 6 лет в Гаване появился нереальный автопарк. Только посмотрите, сколько новеньких государственных такси. Власти Кубы явно настроены на туристов. Правда, только на состоятельных туристов. При этом автобусы для бюджетных туристов так и не запустили. Вот вам способ, как сбить цену такси. Находишь себе попутчиков и берешь одну машину на всех. Втроем и веселее, и дешевле. Делим 25 куков на троих. Машин на руках мало. О пробках здесь, наверное, вообще никогда не слышали. Поэтому передвигаться на машине – сплошное удовольствие. Спасибо, ребята! Спасибо! Вот сейчас я ни капли не жалею, что я со 100 долларами. Друзья, потому что это надо видеть, это надо гулять, это надо чувствовать, этот колорит, это какая-то магия. Я хочу гулять, 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 гулять. Столица Кубы – это мечта любого кинорежиссера. Гавана настолько романтичная и фактурная, что здесь можно снять самые атмосферные, самые жизненные фильмы. Тут Эсмеральда могла впервые увидеть своего спасителя Феба. Здесь можно снять кино про страсти в бразильских трущобах. А эти узкие улочки – идеальное место для съемок драмы о безответной любви к цыганке Кармен. Если хочется, здесь можно снять даже американский боевик про захват парламента. Это же копия Капитолия в Вашингтоне. А это набережная Малекон. Здесь пору снимать мелодрамы. Как страстная Хуанита не дождалась своего морского волка Хосе. Грустно, но вся эта красота Гаваны увядает. Скоро вместо ветхих развалюх поставят скучные стеклянные коробки. Улочки изуродуют рекламными билбордами. Улетучится атмосфера беззаботности и начнутся суетливые столичные будни. Попомните мои слова. Спешите насладиться такой душевной и романтичной Гаваной. Сегодня Куба переживает самую мощную перезагрузку со времен революции. 60 лет Фидель Кастера учил кубинцев, что Америка – это враг номер один. А все потому, что Соединенные Штаты не поддержали кубинскую революцию и в знак протеста командант разорвал с ними все отношения и запретил все американское. Если бы Фидель увидел, что сейчас творится в Гаване, то перевернулся бы в своем костюме. Куда ни глянь, американские флаги, американские товары и невиданные звери – американские туристы. Полвека им было запрещено ездить на Кубу, а сейчас их привозят пачками, самолетами из Нью-Йорка и огромными круизными лайнерами из Майами. Кубинцы смотрят на лайнеры, как на космические корабли с пришельцами. Вот же она, перезагрузка! Американ гайз! Желательно симпатичные! Я здесь! Вот, можно сказать, что именно с этого места началось легкое пошатывание социализма на Кубе. Здравствуйте! Спасибо! 50 лет Куба с Америкой жили как кошка с собакой. Но после падения режима Кастро Америка пошла на мировую. И в прошлом году с дружеским визитом Кубу посетил президент Барак Обама. Отобедать он решил в ресторане Сан-Крестобаль. Знаете, это, наверное, единственный раз, когда я даже не буду заглядывать в меню. Алехандро, дай мне то же самое, что Барак Обама ехал в вашем ресторане. Соломио. Соломио, да. Спасибо. После визита американского президента ресторан Сан-Крестобаль проснулся знаменитым на всю Кубу. Теперь столик здесь нужно бронировать за пару дней. Слушайте, вот люблю я такие рестораны. Вот сюда можно самому приходить, и вообще не скучно. Потому что ты стоишь, рассматриваешься, какие-то мелкие деталечки, эти вывески, старые фотографии, вот эти вот раритетные всякие штуки. О, а вот и блюдо принесли. Что это? Спасибо. Да, кубинцам еще учиться высокому сервису. Подача, как в советской столовой. Вот сразу видно, что Барак Обама следит за фигурой. Говяжий стейк исключительно на гриле, немножечко овощей, никакого соуса и, кстати, никакого вина, только вода без газа. Старая Куба исчезает, а вместе с ней исчезают паладары, домашние кафе, расположенные прямо в квартирах кубинцев. Паладары не выдерживают конкуренции с ресторанами и кафе, которые стали появляться в Гаване после падения режима Кастро. Давайте в последний раз в нашей программе насладимся обедом в кубинском семейном кафе. На самом деле, цены очень внушительные. 35, 50. Сеньор, it's pesto or cook? А, ну так это цены в песо. Ну, отлично. Полноценный обед в Паладаре стоит всего 2 доллара. Тут и рис, и вареная картошечка, и половина жареной рыбины, и свежие овощи. Друзья, обычная, простая, домашняя, вкусная еда. Очень сытно. Как говорил мой друг, лайк и репост. Это очень вкусный, очень сочный, хороший говяжий стейк. Ну, ничего сверхъестественного, если честно, я не почувствовал. Надо было кетчупа взять. Хоть блюдо выглядит скромно, но для кубинцев стейк из говядины – настоящая роскошь. Говядина на Кубе так же редко встречается, как у нас в магазинах белый трюфель. Даже имея золотую карту, всегда так приятно получить подарки от заведения. Опять? О, настоящая кубинская сигара. Спасибо. Так мало. Еще и комплиментов надавали. Всего 23 доллара, а поел как президент. Шесть лет назад Жанна Бадоева поселилась в самом дорогом отеле Гаваны – Националь. Какого богача удивишь атласным покрывалом, музыкальным центром и неплоским телевизором? Водитель Чина сказал, что все богачи сейчас арендуют не тесные номера в гостиницах, а двухэтажные виллы. Добро пожаловать на вашу виллу, мистер Птушкин. Подсветочка такая модная. Знаете, эта вилла одновременно и прекрасна, и ужасна. Ужасна она для туристов с неограниченным бюджетом, которые в любом нормальном городе могут снять себе роскошный пентхаус или, на худой конец, президентский люкс. А тут вынуждены жить в доме с больничными стенами, траурной плиткой на полу и запахом сырости. Ну, знаете, как-то здесь холодно, неуютно. Девушка – это единственное украшение этой комнаты. Кстати, а что там в спальне у меня? Но вот для кубинцев с их всеобщим равенством и бедностью эта вилла прекрасна. И евроремонт, и пол с мраморной крошкой – невиданное богатство по их меркам. Я тут себе мохито взял, как раз, чтобы спальню смотреть. Да. Вива ла революцион. Я бы, знаете, вот в этой спальне сделал бы такую небольшую революцию. Убрал бы вот эту шкуру кубинского революционера. Вид хороший. Чего? Можно же открыть. Не, ну так же просторнее получается, правда? Отличная терраса! Шикарная! Идеальный ужин при свечах здесь будет! Где-то у нас обдув выключается, скажите. Старая Куба исчезает. Еще вчера Гавана была островком живого общения. На улицах соседи играли в домино. Народ устраивал праздные посиделки с сигарой и газетой. А сейчас все как в цивилизованном мире. Все сидят в интернете. Вот, друзья, сразу видно точку, где раздают Wi-Fi. Всем по лайку. Кубинский интернет – это целый ритуал. Для начала нужно купить карточку. Их продают вот в таких лайках. Очередь. Это кубинский интернет-карту, да? Да, точно. И ты последний? Да. Окей, я буду с тобой, окей? Спасибо. Впервые в программе «Орел и Решка» ведущая золотой карты стоит в очереди, чтобы купить карту с интернетом. Моя очередь расподошла. Спасибо. На самом деле, шесть лет назад Жанна могла о таком только мечтать, потому что тогда на кубе интернета не было вообще. Попробуем. Так, здесь есть доступная Wi-Fi-сеть, Этекса, а карточка у меня… Да, о, Этекса. На карточке есть логин и пароль, которые надо стереть, как в лотерее. Я уже пять минут жду, пока загрузится окно, в котором мне нужно вводить логин и пароль. Пока оно не загружается. Интернет на кубе – это не как у нас Wi-Fi и 3G, хоть фильмы качай. Это в час по чайной ложке. Ну все, полчаса страдания, я в интернете. Ура! Получилось. Получилось. Слушайте, ну местные на самом деле интернет используют только в самых крайних случаях. То есть в основном это позвонить родственникам за границу и найти что-нибудь срочное в интернете. А не так, как мы часами смотрим котика в Ютьюбе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что у Гавана еще не отняла глобализация, так это зажигательные кубинские танцы. Народ танцует повсюду. Двери кубинцев открыты для всех желающих потанцевать. Вот, пожалуйста. Что у вас вечеринка? Дэнс? О, это мне подходит отлично. Дэнс. 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 Круто. Писка. Это мне подходит. Неприлично богатые туристы по незнакомым квартирам не шатаются. А они устраивают персональный вип-тусовки. Вот во сколько это выглядит. Музыканты. 150 долларов. Бар с алкоголем. 250 долларов. Кубинские куртизанки. 300 долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разогретые самбой, румбой и домашним ромом гаванцы становятся ближе друг к другу. Тут ты понимаешь, что танцы – это только прелюдия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кубу негласно называют столицей секс-туризма. Из-за всеобщей бедности молоденькие кубинки готовы на все, за смешные для туристов деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то я загулялась. Общественный транспорт уже не ходит. На этот случай ищите вот такие пятачки с машинами. Здесь обычные водители подрабатывают таксистами. Моя конечная остановка на сегодня – кемпинг-вилла Циклорент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такси из прошлого. Олдскул. Прокатимся с ветерком, надеюсь, и с хорошей компанией. Местные водители в Холостою не ездят. Ждем еще хотя бы одного пассажира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, что он так сладко молочко пьет, что я тоже проголодалась. Благо, у меня хлебушек есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно ноу-хау в копилку кубинской перезагрузки – кемпинги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уютно. И, судя по флагам, иностранцам тут рады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Около 10 долларов вдвое дешевле самого захудалого хостела в Гаване. Красота! Правда, номер придется построить себе самой. А где я могу поставить? Где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А. Ну, окей, окей, я тогда здесь поставлю. Вот, под луной. Грася, сеньора, грася. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох! Ну, конечно, сразу понятно, что на Кубе кемпинг вообще не развит, потому что, мне кажется, я вообще какой-то первооткрыватель, потому что я здесь одна, одна. Мне даже не у кого попросить помощи поставить эту палатку. Так, ладно, все, взяла себя в руки и понеслась. Давай, женщина. У нас есть знак вопроса. Как это работает? Это какие-то нунчаки. Блин, я реально не понимаю, как это работает. Ну, как это? Подождите, ну, что сделать-то надо сначала? Надо просто брать и делать. Просто брать и делать. Там, блин, тиши, Санечка получится. Вот, угораздила меня бедность. Ох! Ну, в принципе, в принципе, у меня и так сойдет. Я просто укутываюсь и лягу спать на травушке. Не, меня выгонят, пожалуй, если я так сделаю. Так вот, или как это? Чисто теоретически. А, вот так вот, да? Ну, что, друзья, я построила себе дом. Осталось посадить дерево и найти таки хорошего мужика. Ну, а пока всем спокойной ночи. Приятно ложиться в дом, сделанный своими руками. Ах, молодец, бабонька. Умейшь? Могешь. А у меня же еще булка, оказывается, недоеденная есть. Ой, моя хорошая, ты моя хорошая. Ммм, отлично. Ммм, отлично. Ммм, отлично. Мм, отлично. Ммм, отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В столице появился первый супермаркет Это реально мощная перезагрузка Потому что еще 5-6 лет назад не было ни одного супермаркета Только государственного магазина И вот стали открываться первые-первые супермаркеты Правда, до наших супермаркетов с изобилием товаров на любой вкус и кошелек Кубинским еще очень далеко Вот есть хлопья, их много, бери и иди А хочешь какие-то другие, твои проблемы Местные пока ходят в супермаркет, как в музей Что еще нужно успеть на Кубе Так это покататься на пестрах, рычащих ретро-автомобилях Власти сняли запрет на покупку иномарок, которые действовал полвека Еще пару лет и старенькие Кадиллаки, Паккорды и Шевроле Заменят Мерседесы и Доджи Поэтому на Кубе нужно срочно насладиться этими раритетами Круто, а ты меня научишь? Поможешь? Да Ой, ты безотказный, я так их люблю Ну давай меняться Можно? Вот мы и встретились Настя, 26 лет И Шевроле, 63 года Давай знакомиться Ну что, малыш, покатаемся? Это... Скорость Третья Первая Вторая Так, убираю ногу с тормоза, нажимаю осуществление И... Помоги, пожалуйста Да, ну, только надо барышне помочь Ой, там автопус Дали, дали, дали Можем? Можем? Я не знаю Друзья, я еду Я еду Стоп, 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 окей, окей Оно просто огромное Я не знаю, как какой-то корабль То есть на ней там маневренно, мягенько Не повернуть ни вправо, ни влево То есть это какой-то просто тарантас Я не знаю И на нем нужно очень долго ездить Чтобы, ну, реально к нему привыкнуть И чувствовать эти габариты, да? Мужчины так говорят? Габариты, наверное А, вот, да, габариты Водители такие сначала проезжают Такие, типа Что за пигня? И потом видят меня и такие Ах, все окей, окей Это баба Нормально Права купила, наверное А у меня вообще нет прав Не заводится? Давай, я толкаю Ты заводишь Все Сейчас, уно моменту Друзья Вообще-то я планировала сесть в эту тачку И немножко просто проехаться Но я никак не планировала толкать этого корыта Собака Красиво катимся, да? С ветерком Не заводишься, нет? Завелась, завелась Чина, а где у вас тут все богатые туристы отдыхают? Конечно, Варадеро Вот туда и поедем, да? Варадеро Самый популярный курорт на Кубе Всего три часа езды от Гаваны И ты на райском отдыхе Друзья, я на курорте А какой курорт без кабриолета? Тем более, что на таких машинах, как на Кубе Больше нигде в мире не погадаешься В начале прошлого века Каждые выходные на Варадеро Съезжались пьянствовать американцы В те времена в Америке царил сухой закон А на Кубе ром лился рекой Особую любовь к Варадеро Питали американские гангстеры А вот это Фазенда Аль Капоне Гангстера номер один На самом деле, нога Аль Капоне Никогда не ступала на кубинский песок А его вилла Самый настоящий туристический развод Если в Гаване захотелось Недорого перекусить Идите к уличным торговцам Здесь они на каждом углу Вот эти вот странные штуки Едят все, мне кажется И туристы, и местные И мне невероятно стало любопытно Попробовать, что же это такое Причем стоит это совсем недорого 75 центов Грязь не пополоть Эта уличная выпечка называется чуррос Готовят ее при вас В кипящее масло льют жидкое тесто Обжаренную спиральку рубят И посыпают сахарной пудрой Ну, сразу скажу Будет хорошо, если вы будете не на диете Это похоже на такую сахарную, сладкую, вкусную Чуть-чуть молочную печеньку Из такого рассыпчатого теста Я такого много точно не съем Но это прикольно В качестве перекуса Типа ходить, смотреть Заедать себе огромную толстую попку Идеально Сенера, what is it? Peanut Peanut? Yes А, what is peanut? Peanut salad Арахис 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 Okay, я возьму это So, how much? Five Five, maybe three Сенера Thank you Thank you Вот так и развлекают себя туристы на Варадеру Катаются на кабриолетах И сигналят друг другу Но это далеко не все На Варадеру приезжают по трем причинам Первая Красивые пляжи Вторая причина Коктейли Они здесь недорогие Можно отдыхать весь день И не пропить даже 50 долларов Слушайте, вроде бы ничего особенного Так и хорошо И пофигу, что коктейль в пластиковом стаканчике Круто же! И третье Для чего едут на Варадера Доступные куртизанки Их услуги здесь дешевле, чем в Гаване К тому же У этих есть услуга Сопровождение на весь отпуск А в качестве вознаграждения Принимается хороший подарок Ну, например, смартфон Но поскольку у нас приличная программа Которую очень любят дети Мы пойдем целоваться не с куртизанками А с дельфинами Между прочим, ласки с дельфинами Стоят значительно дороже Чем с женщинами легкого поведения Аж 160 долларов А можно еще раз в левую, пожалуйста? Ой, мои молодцы! Друзья, есть что-то более драйвовое? Кроме поцелуя Любовь по команде Даже обидно Мы же так дружили, ребята Куда вы? Все по свистку здесь Все На Кубе очень много странных профессий Которые не встретишь больше нигде в мире Вот, например, Амарильос Это госслужащие Задача которых Тормозить водителей И подсаживать к ним пассажиров Только на Кубе Можно выучиться на Торсидора Сертифицированного крутильщика сигар А вот это Самая необычная профессия на Кубе Хранитель очков Джона Леннона С ним можно познакомиться В столичном парке Возле памятника музыканту Его работа заключается в том Что надевать очки И потом снимать Чтобы никто их там не украл Не сломал Не испортил Раньше эти очки все время воровали Три года назад Городские власти Выделили бюджет на охранника И теперь эти очки Под моим чутким присмотром Охранник стережет очки С 8 утра до 6 вечера За 300 песо в месяц Это около 12 долларов Вам нравится? You like your job? Like? Не, ну это работа не пыльная Вот у вас тоже очки классные Вообще крутые Родственники прислали мне Из Германии похожие очки Чтобы я был как Джон Леннон Исторический момент History moment Мы вот с вами Вообще вот так вот просто Мы линда Мы линда Ребята, если вы найдете Эту бутылку со 100 долларами То я думаю Что вы можете собой гордиться Потому что это наверное Один из самых сложных кладов За всю историю Орла и Решки Бутылка в Гаване Спрятана на заброшенном пляже В районе Мирамар Ищите наш клад Под бетонной плитой На большом 500 метровом пляже С такими же плитами Мне остается только Пожелать вам удачи Куба стремительно меняется Из нищей Но невероятно Романтической страны Куба превращается В развитый Цивилизованный остров Вот же она Перезагрузка Что конечно прекрасно Но ценители Небанального туризма Будут скучать Точно так же Как у нас некоторые Скучают по Советскому Союзу Красиво катимся Он так сладко Молочко пьет Получилось Всем по лайку Сколько всего произошло За это время Отлично Отлично Ну что ловит там Майфай Да нормально Антох ловит Ну так Ну нормально Нет что-то вообще Нифига не ловит Бывает Ну и отлично Как тебе Гавана? Антох Ну что ты ко мне пристал Ну я полтора бакса Отдала за час интернета Давай потом Гавана Гавана Работает еще интернет Антоха Конечно Я думала закончилась Отлично На тебе лайк в инстаграм На Спасибо На тебе еще один Спасибо тебе От жарского плеча Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому